Еще одна жертва дедовщины в российской армии. Наш телеканал получил письмо от родителей призывника. 21-летний Александр Мажуга не стал бегать от военкома, пришел комиссариат сам. Молодого человека определили в город Биробиджан и в Еврейской автономной области. Со сборного пункта новобранцев отправили на Дальний Восток. В Иркутской области случилось ЧП. На станции Нижнего Удина вызвали скорую. Сашу нашли мертвым в вагоне. Кристина Георгобиани продолжит тему. Учиться у меня не получается, буду служить, сказал Саша родителям и пошел в солдаты. Прочувствовать армейский дух и быт Александру Мажуга не удалось. Парня нашли повешенным в туалете вагона по дороге в часть. Его пытались откачать, даже завели сердце, но мозг уже был мертв. Я убеждена, что он этого сделать не мог. Он ехал туда в прекрасном настроении и через три дня он сам повесился. Он у нас мальчик домашний, а люди, которые увезли его, скрыли это до станции Нижненудинского. Его везли и даже не посмотрели, что мальчик всю дорогу хрипел. Как говорит мама, у домашнего мальчика причин заканчивать жизнь суицидом не было. Да и доктор рассказал, когда пациента доставили в больницу, все его лицо было изуродовано. Лоб рассечен, на щеках и губах гематомы. Теперь врачи пытаются уговорить родителей отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Саша в коме и уже никогда не очнется. Мне просто хочется, чтобы все это увидели все и поняли, что наши пацаны, которые идут служить, попадают в такие переделки, что как назвать эту армию нашей? Никак. Должностные лица продолжают настаивать на суициде. В военкомате родственникам рассказывают одну версию событий, а в прокуратуре другую. Но все сходятся на том, что Саша залез в петлю сам. Родные уверены, Александр Мажуга убит. Причем об этом знают все те, кто находились в заполученном вагоне. Как можно незаметно задушить здорового парня в паскарте? Родители настаивают на проведении независимой экспертизы. Хотят доказать, над Сашей издевались. Люди просто бегают от военкомов, понимая, что их ждет в армии, понимая, что в казармах будут бить, издеваться, калечить. Тем молодым, тем, что молодым, тем, кто в состоянии избежать призыва с помощью взяток, с помощью каких-то ухищрений, они это делают, потому что понимают, что это выкинуто из жизни год. Именно дедовщина во многих случаях становится причиной суицида. Еще чаще версия о самоубийстве призвана скрыть истинные причины гибели солдат. Интернет-пространство переполнено статьями и видеоматериалами об издевательствах над военнослужащими. Формы дедовщины бывают самые разнообразные. От попыток научить новобранцев жизни до издевательств и откровенного садизма. Количество преступлений в российской армии, в том числе связанных с дедовщиной, не снижается. Это несмотря на сокращение численности контрактников и сроков военной службы по призыву. По данным Верховного суда Российской Федерации, только за 2009 год в армии было осуждено более 9 тысяч военнослужащих.